Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы вместе разбираемся с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Сегодня мы поговорим об итогах работы общественной палаты за 2015 год. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, пожелания, это, наверное, лучшие полчаса, чтобы их задать. Наш телефон 508-86-84. Звоните, задавайте свои вопросы в прямом эфире. Наши гости сегодня Захар Юрьевич Иванов, председатель общественной палаты. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Светлана Геннадьевна Налепова, ответственная секретарь общественной палаты. Добрый вечер. Здравствуйте. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Год был непростой, год был, тем не менее, интересный. Очень много у нас событий произошло. Вот сейчас конкретно у нас уже почти все готово, в общем-то, к новогодним рождественским праздникам. Многие общественные организации, власти тоже задействованы в самых разных акциях и мероприятиях по всему району. Как у нас общественная палата участвует? Ну, общественная палата не просто участвует, скажем так, а многие акции организовывают. Вот совсем недавно была большая елка главы для детей с ограниченными возможностями. Общественная палата выступала здесь как в роли, ну, небольших организаторов, потому что все-таки елка главы. Мы представляли своих волонтеров, которые помогали детишкам как бы подниматься на свои места, встречали, раздавали подарки. То есть участвовали как бы в организаторской деятельности. И буквально вот недельку назад было мероприятие, которое организовали полностью мы. Для детишек, у которых сложная жизненная ситуация. Собрали со всего района, с различных коррекционных школ, с различных там сирот пригласили, многодетных. И на базе КДЦ в сельском поселении Горское организовали большую такую елку представления. Ну, давайте по очереди попробуем, а если все-таки вернуться немножечко к елке, которая у нас проходила на выходных, да, для детишек с ограниченными возможностями здоровья. Чуть-чуть поподробнее, давайте, что это все-таки была за елка, а какое участие вы принимали? Светлана Геннадьевна. Ну, мы, в принципе, об этом уже сказали. Это волонтерская деятельность. Мы не можем ни в коем случае заслуги главы в этом мероприятии как-то принизить, да. В данном случае мы могли помочь только тем, что все-таки по сравнению, допустим, с какими-то молодежными организациями общественными, у нас есть в составе мужчины физически развитые, уже взрослые, которые могут помочь именно в организации передвижения колясочников, детей, инвалидов, в сопровождении их. И, то есть, такие вот взрослые волонтеры очень нужны сейчас. Вы помогали, оказывали внимание на месте уже ребятам, да? У нас имеется первый звоночек, давайте его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хочу вас всех поздравить с Новым годом. Спасибо. Чтобы все невзгоды и печали остались в старом году, а в новом году одна была радость. Спасибо. Вопрос у меня вот такой. Я с Рестного городка. Так. Скажите, у нас зима в этом году, и не в этом только году, а и в том году была очень теплая. У нас вот сейчас мороз-то только-только начался. А отопление у нас целый год, плата за отопление не меняется. Почему? Вот скажите, почему? Ведь если должна, наверное, какая-то разграничение, что ли, вот она же не в полную мощь сейчас нам дают отопление, правильно или нет? Батареи-то ведь греют в полнакала. Я не права? Спасибо большое за звонок. Нет ничего. Довольно разумный вопрос. Ну что, есть это сказать? Есть логика вопроса. Поскольку я владею ситуацией ценообразования тарифов за услуги ЖКХ, есть такая ситуация, как предполагаемый расход теплоэнергии. Он берется, скажем так, средний за год и делится на 12 месяцев. Если, соответственно, есть какой-то недобор теплоэнергии непосредственно, то тариф, соответственно, уменьшается в какой-то месяц, там сумма падает. Если он превышает, например, зима серьезная, суровая, глобальная, то тариф немножко увеличивается. Это делается для того, что, в принципе, основные средства, которые тратят теплоснабжающие организации, идут как раз, в принципе, когда идет настройка котлов, ремонт котлов, замена. Как раз, знаете, это происходит обычно в летний период. Замена различных коллекторов, знаете, как яму раскопают, поменяют трубы и все это обратно закопают. То есть это основные деньги. А зимой тратят только на газ, ну или на убыль, смотря чем топится эта котельная. Поэтому этот вопрос закономерный, вот насколько я владею ситуацией, закономерный, ну, в принципе, законный. Ну что же, давайте вернемся к нашим елкам. Понятно все насчет елки, которую... Елки-то, потому что на выход. Да, которые помогали. Давайте сейчас перейдем непосредственно к елке, которую вы бы сами непосредственно организовывали. Наша съемочная группа, уважаемые телезрители, находилась на данном месте, когда, собственно, торжества и проходили. Я предлагаю взглянуть на то, как все это выглядело. Праздник для маленьких жителей горского поселения начался с небольшого театрального представления. Дети вместе со сказочными героями преодолевали различные препятствия, устроенные Бабой Егой. Решив все ее загадки, ребята смогли встретиться с Дедом Морозом, который вернул им украденный Новый год. От лица всей общественной палаты хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, счастья, побольше улыбок. Ну и когда аплодисменты с первого ряда плохо слышатся, давайте сегодня хлопать как можно громче. Спасибо вам большое. Ну а после всех ребят пригласили на праздничный концерт. Большим сюрпризом стало появление участника детского шоу «Голос» Дмитрия Устинова. Свои номера также представили участники различных творческих коллективов. На сцене маленькие артисты танцевали, пели и показывали акробатические номера. Самыми важными гостями этого торжества стали Дед Мороз и Снегурочка. Верить нужно всегда в Деда Мороза, потому что Дед Мороз, он волшебник, он исполняет все желания. Дед Мороз – это тот, кого верят даже взрослые. И дети. Скажи, пожалуйста. Да. Обязательно нужно верить Дед Мороза в Снегурочку, в сказку, в волшебство, в Новый год. Новый год – это один из самых ожидаемых праздников в жизни каждого из нас. Многие ждут чудо, которое изменит их жизнь. А дети, конечно же, подарков, как награду за свое хорошее поведение. Почему верить в чудо? Ну, наверное, чтобы быть самим таким самодостаточным, для того, чтобы можно было раскрыться и проявить такую творческую часть. Самые строгие зрители – это дети. Поэтому организаторам так важно, чтобы праздник понравился им. В конце представления каждый мог пообщаться с главным дедушкой страны и рассказать о своих желаниях. Я думаю, он хороший и веселый. Спасибо общественной палате за это. Публика очень благоприятна. Спасибо этим милым детишкам, которые смотрели меня и наслаждались моим выступлением. Очень хороший праздник. И я хочу, чтобы такой каждый год приходил. Я очень люблю Новый год, потому что он яркий, радостный, настоящий, красивый. Дети были так впечатлены новогодней елкой, что по окончанию праздника даже не хотели расходиться по домам. Впереди каникулы, и их ждет еще много всего интересного. Вот так это все выглядело на местах. Давайте узнаем, в общем-то, как вы сами оцениваете праздник. Получилось, что не получилось. Ведь вы уже, конечно, не в первый год елки организовываете. Как-то использовали наверняка эти опыты прошлого года. На самом деле, в рамках общественной палаты, такую большую елку на 216 детей мы проводили впервые. И 216 детей, это у нас как бы в основном гости, а еще есть и артисты. Мы немножко решили вообще присмотреть, решили, что Новый год не только для тех, кто приходит на этот праздник, для тех, кто выступает перед детьми. И у нас подарки получили в этот день все дети. Абсолютно, что их очень удивило. Дети были все очень разные. Это были коррекционные дома, это были дети из неблагополучных семей. Причем с района, именно в поселениях. Мы очень хотели мероприятия организовать именно в поселениях, потому что прекрасно знаем, что все основные центральные, центровые такие мероприятия новогодние, они будут здесь, в Одинцово. Я думаю, что глава Одинцовского района отлично с этим, со своей командой справляется. И мы решили внимание уделить поселению таким сложным детям. Но, конечно, для многих общественников, кто потом признавался, и работали у нас все только из общественной палаты, аниматоры работали, и играли определенные роли, было тяжеловато. Такое количество сложных детей увидеть одновременно было сложно. Они все тянутся, тянутся к взрослым. Там, по-моему, в сюжете было, что они из Снегурочки просто не отставали от остальных героев. Долго выясняли, у кого какие настоящие волосы, предлагали контакты в соцсетях и все остальное. То есть это дети, кому не хватает общения. Поэтому таких праздников много, для них точно не бывает. А как, скажите, сами родители к подобным праздникам отнеслись? Их вот устроили, все получилось, как они прямо ожидали? Родителей у нас там не было. То есть это были только те, которые сопровождали. Это привозили именно коррекционные дома, это школа гармония для детей-инвалидов. И мы, в принципе, в связи с этим и изменили место дислокации, чтобы было больше места, потому что детей больше было, и что было максимально оборудовано для деток-инвалидов. Это вот дом молодежи в Горке-2. Это были педагоги, были сотрудники МВД, которые вот таких сложных детей нам привезли тоже на елку. И родителей, как таковых, там не было. Ну, может быть, там один-два. Поэтому мы смогли принять такое количество детей. Потому что мы однажды мероприятие тоже при поддержке общественной палаты проводили в лесном городке на 200 детей. Представьте, с ними пришли еще родители. Это было просто очень тяжело, потому что, кроме того, что дети на сказочных героев оказывали влияние, тут еще и родители, которые очень хотят, чтобы именно с его ребенком там позанимались, подарок подарили. И вот этот момент мы, конечно, здесь минимизировали, и детки максимально погрузились в атмосферу. Ну что же, похоже, к концу года вы действительно очень большую работу проводите. Давайте поговорим про вашу работу вообще в течение года. Сколько у вас имелось, в принципе, обращений? Да, есть ли какая-то динамика с прошлым годом? Больше вам доверяют? Может быть, даже меньше. И что получается? И как? Ну, вот за 2015 год, если с 1 января брать где-то примерно до 15 декабря, мы делали вот сейчас отчет годовой, это 980, чуть-чуть с хвостиком обращений. А за половину прошлого было года где-то 214, да, примерно. Вы можете, видно, даже если половину разделить, то это у нас больше, чем в два раза. Именно вот обращение в общественную палату. Поэтому вы можете рассудить. И я сейчас поинтересуюсь у вас, почему так получилось, почему в два раза больше, а пока давайте примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. 18 июля этого года я была на приеме в Голицыно, в общественной палате. Написала письменное заявление, передала ответа, никакого я не получила. 1 декабря я также записалась лично к Андрею Робертовичу Иванову. Он в беседе со мной обещал прислать районную комиссию в течение двух недель, обследовать наш проблемный дом. У нас дом весь в Лисине и в Гребке. А скажите, какой у вас адрес, чтобы мы сразу понимали, о чем он живет? Город Голицыно, проспект Терамиков, дом 103. Дом 103. Ну, я думаю, это будет достаточно, квартира давайте не будем называть. Дом 103, да? Телефон оставьте, пожалуйста, ваш. Скажите, как вам обращаться можно? Тонорина Марина Павловна, старшая по дому. Марина Павловна, спасибо большое за звонок. Действительно, с вопросами ЖКХ сейчас довольно сложный, сами понимаете, период. Полно просто и обращений, и заявлений. Я уверен, да, что комиссия по ЖКХ по меньшему мере вопросу разберет. У них процент работки сейчас порядка 30%. Действительно. Я уверен, тут дело в том, что, скорее всего, просто потерялось. Письмо где-то затерялось. А может быть, оно все еще находится в разработке. Ну, в любом случае, мы попросим, чтобы по меньшей мере с вами связались и взяли вопрос под контроль. Спасибо за звонок. Давайте пока вернемся к нашей теме. В два раза, получается, увеличилось количество звонков. Да, если взять пропорционально, вот сейчас как раз звонил девушка, не случайно, да? Если где-то 980 обращений, то 400 из них – это ЖКХ. Это строительство, это ветхое жилье, если это плесень, обследование. Вот это вот такие основные вопросы. И застройщики, конечно, об этом Захар Юрьевич больше может рассказать. Это вот именно вот, это сколько получается у нас? Ну, 40% примерно, да? Следующий вопрос – это у нас комиссия по здравоохранению идет и образованию. Но образование под конец года стало меньше, потому что много детских садов у нас сейчас построилось. Ведено эксплуатацию. В Юдиново, Денцово, насколько я понимаю. В Юдиново, Денцово. И наиболее такое проблемное поселение в этом направлении – это лесной городок. Но сейчас им уже предложены места в Юдина, несколько мест в Оденцово в самом начале, то есть ближе уже к лесному городку в направлении. Мы ждем Пусарскую балладу. На Совете депутатов, итоговом отчетном совещании, которое проходило не так давно в здании администрации, как раз были озвучены такие данные, что на сегодняшний день благодаря вот этим новым объектам и построенным пристройкам полностью ликвидирована очередь в детские сады в Оденцовском районе для детей от 3 до 7 лет. Это как раз-таки, я так понимаю, заслуга вот этих новых объектов, правильно? Конечно, это заслуга новых объектов, но это даже очень не случайно, потому что это указ президента до конца 31 декабря закрыть все очереди в этом возрасте. И у нас остаются детки до 3 лет в очередях. Единственное, что сейчас, какие проблемы возникают, есть обращение, когда дети попадают в другой детский сад, но не в своем поселении, потому что там невозможно, им предлагают новое современное. И неудобно ехать, я так понимаю, транспортная проблема создается. То есть сейчас вот этот вопрос еще остается. Может быть где-то поближе, перераспределение между детскими садами, управление образованием с этим работает. Давайте немножко вернемся к вопросу ЖКХ, именно застройщиков, скорее даже не ЖКХ. Захар Юрьевич, я так понимаю, вы присутствуете на большей части совместных каких-то кругов столов, совещаний вместе с представителями инициативных групп, вместе с представителями застройщиков. Вот как по-вашему обстоят дела? Насколько мне известно, все-таки есть проблемные застройщики. У нас не так давно была беседа и с Рантект МФД. На этой неделе с ними уже глава в очередной раз встречался. Они опять что-то где-то накосячили, недоделали, судя по всему. Все-таки действительно тут ситуация, так скажем, в целом какая-то довольно сложная? Или все-таки проблемные застройщики – это единица, а общая картинка хорошая? Проблема есть сейчас в данный момент, кризисное время, есть у любого застройщика. Но самое главное, как к этому относятся руководства строительных компаний, как они решают эти проблемы. Ну, приведу, скажем так, краткий пример. Всем известна фирма «Стройтехинвест». Мы сейчас не будем касаться ситуации, когда на детской площадке собираются воздвигнуть новый квартирный дом. Вернемся к дому номер 10 на улице Вокзальная – «Гармония». Руководство «Стройтехинвест» стало ответственно относиться, скажем так, к жителям Одинцовского района. И выполнили обещание, что очень приятно и отрадно. И до 31 декабря, до конца года, они обещали получить очень важный документ, на основании которого администрация должна подписать ввод в эксплуатацию. Этот документ получен буквально несколько дней назад. То есть они до Нового года вложились. Ну и, в принципе, это отрадно видеть. Есть такие застройщики, как «Рантект» небезызвестный. По своим, скажем так, восточным традициям очень много обещаний и очень мало выполнения этих обещаний. Как говорится, асфальт можно класть и на снег, и на лед. Бордюры те, которые положили к приезду главы, сейчас уже благополучно отвалились. Ну и, в принципе, авоз и на не там. Где-то исправляется какими-то очень маленькими отрезками. Есть застройщики, например, ну, я, скажем так, здесь не в виде рекламы. Называние мы называем все свободно же, правильно? Конечно. Застройщик Сергей Иванович Самохин, лесной городок. Проблема была с такой ворох, что, мне кажется, там разгребать было очень долго. Но на каждом заседании он присутствовал. Любая, хоть инициативная группа из 10 человек, туда приходил лично он сам. С людьми разговаривал, людей успокаивал. Это про каком мы сейчас за объект? Лесной городок, Вальдемироль, строительство школы, детский сад и прочее. На каждом заседании присутствовал. И, в принципе, ВОЗ уже начал двигаться. И многие вопросы стали решаться в лесном городке. По крайней мере, основная часть людей стали немножко успокаиваться. Потому что действительно видят, что есть подвижки определенные. Там уже как бы идет работа плотная. Вот проблема, еще раз говорю, есть у всех. Самое главное, к ним правильно относиться. Недавно, в этом году, у нас было несколько заседаний с Автодором. Моя, так скажем так, в кавычках, любимая компания дорожная. Обещали на планерке у главы исправить ситуацию по поводу Минского шоссе. Заезд в ДПК «Луч». Работы ведутся. До Нового года, конечно же, не успеют. Они выполнят все работы, как обещали. Но, по крайней мере, техника стоит, работы идут. Устранили очень много замечаний по лесному городку. Конечно же, не до конца, но, по крайней мере, уже там какой-то процент близко уже к завершению. Ну, и отрадно видеть, что те вопросы, которые мы озвучиваем, действительно люди правильно понимают и начинают их исправлять. И руководитель инициативной группы по поводу Автодора Елена Курила с лесного городка даже написала на интернет-ресурсах и лично сказала, что огромное вам спасибо, мы действительно видим, что как бы что-то двигается с мертвой точки. Скажите, а каким этот год в целом был для вашей организации? Прошлый, 14-й для вас был таким стартовым. Я так понимаю, вы там с лета начинали функционировать, ваш сазык непосредственно. А 15-й год – это уже такой вот, получается, зрелый. То есть вы и контакты с властями, и с какими-то инициативными группами, и с организациями общественными наладили. То есть работа пошла уже, правильно? Работа пошла, работа пошла очень интенсивная, судя по тому количеству обращений и по тоннам вот этой бумаги, которую приходится перелопачивать нашему секретариату, действительно идёт. Но, скажем так, опять же, мы не всемогущие. Мы не решаем проблему мановением палочки какой-то. Это долгая, кропотливая работа. Некоторые вопросы занимают, я не знаю, бывает и полгода. Есть вопросы, которые мы ещё получили в 2014 году, и сейчас до сих пор даже конца экрана не видно, когда это всё решится. Вопросы абсолютно разные. Но самое главное, мы все стараемся и прикладываем максимум усилий, чтобы что-то делать на благо нашего района. Ну, и в принципе, как бы по итоговому рейтингу общественной палаты Московской области, наша палата Одинцовского района занимает уверенно первое место во всей Московской области. А оценивалось это, я так понимаю, по количеству, в общем, целых обращений и по количеству именно разрешённых вопросов или какие-то там другие критерии? Там рейтинг составлялся на базе, по-моему, 18 различных позиций. Там очень сложный параметр. Да, очень сложный подсчёт. Но мы заняли первое место. Хотя мы иногда вступаем в лёгкие конфронтации с какой-то определённой политикой общественной палаты Московской области. Со многим не согласны. Но у нас есть регламент. Мы независимая организация, общественная палата именно Одинцовского района. Давайте вернёмся к нашим вопросам, да, вернее, к вашим вопросам, которые вам адресуют. Каким вот основным, кроме ЖКХ, там, здравоохранения, да, вопросам к вам, в принципе, обращаются? Ведь комиссий у вас много, там, и антикоррупции, там, и открытость власти, и туризм, спорт и культура. И я вас попрошу вот насчёт конкретно спорт и культуры, там, туризма, да, поподробнее. Потому что, насколько мне известно, у нас как раз-таки Подмосковье приобретает всё большую привлекательность как туристический объект в этом году. Вот. Как ваша вот именно комиссия, ваша палата к этому непосредственно относится? Какие акции они проводят? Ну, спорт и культура у нас, можно сказать, в этот год забрала кусочек от ЖКХ очень много обращений именно по спортивным и детским площадкам. Потому что вроде и спорт здесь есть, и культура, и мы понимаем, как загружена комиссия по ЖКХ, и вот тех 400 нет вот этих вот вопросов, связанных с благоустройством детских площадок, каких-то спортивных площадок, и они большинство обращений отработали. Даже в таких поселениях, в которых мы даже не надеялись, что может появиться детские площадки, как Покровская, например, они появились, и жители очень не ожидали вот этого вопроса. Что касается, допустим, той же самой премии «Наша Подмосковья», да, то есть они полностью взяли на себя курирование вот этой вот премии, и очень много проектов прошло у нас в премии и от общественной палаты. Что касается миграционной и коррупции, у нас сейчас при общественной палате такое особое место занимает антикоррупционная комиссия. Она у нас создана при комиссии по миграционной политике. Комиссия по миграционной политике в этом году проделала очень много выездов по вопросам нелегальной торговли алкоголем вместе с МВД. Вот именно вот в этом году они способствовали даже закрытию некоторых магазинов и прекращением, соответственно, торговли. Это как раз-таки, я так понимаю, уже пример как раз-таки взаимодействия и с властями, и с правоохранительными органами. Ну что же, год действительно был сложным. Я думаю, найдется у вас парочка слов на наших телезрителей, может быть, какие-то пожелания, может быть, даже обещания. Уважаемые жители Одинцовского района, общественники, неравнодушные люди, от лица всей общественной палаты хочу вас поздравить с наступающим праздником, который самый веселый, самый классный праздник в этом году. Несмотря на все экономические трудности, которые окружили нашу страну, море врагов, море различных военных угроз, экономических угроз, я считаю, что все должны встретить этот праздник в кругу своей семьи. Открыть бутылочку шампанского, нарезать холодец, ну и встретить Новый год. Дай Бог вам всех здоровья, удачи и процветания. С Новым годом. Прекрасно. Захар Юрьевич, Светлана Геннадьевна, еще раз благодаря, что вы к нам сегодня приходили. Уверен, что будем с вами продолжать сотрудничать в новом 16-м году. Год будет непростой, это уже сейчас понятно, значит и работы, уверена, общественной палаты будет немало. Спасибо, что приезжали и с Новым годом. Спасибо большое, с Новым годом. С Новым годом. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы подводили итоги работы общественной палаты Одинцовского района за 2015 год. Уверен, что наши эфиры, непосредственно присутствие здесь вживое, присутствие представителей общественной палаты не остается в районе незамеченным. Напоминаю, что наш телефон 508-86-84. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы, звоните в течение недели, оставляйте свои заявки. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. С Новым годом вас и до встречи.